МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Виды на урожай и экспортоориентированные культуры. Глава Чувашии проинспектировал ход уборочных работ, в Алатарском районе. Неограниченные возможности. В столице Чувашии стартовал особый чемпионат рабочих профессий. Перед стартом в преддверии нового сезона игроки хоккейного клуба Чебоксары встретились с болельщиками. Уборочные работы выходят на финишную прямую с внушительными результатами. Передовые хозяйства республики в этом году получают до 49 центнеров зерновых с одного гектара. Сегодня глава Чувашии проинспектировал ход жатвы в одном из крупных агрохолдингов Алатарского района и обозначил задачи перед местными властями. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Долгие годы на этом поле вблизи села Злобино не росло ничего, кроме бурьяна. И только с приходом инвесторов залежные земли были введены в оборот. Здесь уже собирают урожай яровой пшеницы. Зерновые культуры аграрии смогут реализовать по выгодной стоимости, отметил глава региона. На полях агрохолдинга собирают пшеницу с высокой долей клейковины. Спрос на такую продукцию растет. Среди постоянных заказчиков мини-пекарни. Французские булочки пекут из самой высокой клейковины. Часто мукомолы делают наоборот. Они покупают дешевую пшеницу с низкой клейковины, а потом искусственно добавляют уже сухой глютен, там с Китая завозят. Хлеб, который там пекут, хоть метры, хоть там магниты, хоть Евростар, стоит 0,7-0,6 килограмм, 50, 60, 70 рублей. В республике намолочено уже порядка 700 тысяч тонн зерна. Высокий урожай отразится на качестве хлеба. Должно последовать и снижение цен на муку. Поэтому в разумных пределах это раз. А во-вторых, у нас самый дешевый хлеб в Российской Федерации. Даже без достации правительства. Это заслуга всех хлебопеков в Чувашии, и потребсоюзские пекарни, и крупные хлебозаводы. Выращенный урожай в агрохолдинге поставляют и за пределы республики. Задача сельхозпредприятий – наращивать объемы экспорта, отметил Михаил Игнатьев. Перспективная для региона культура – кондитерский лен. Его очень хорошо в Европу берут. Очень хорошо в этом году растет и проса. Глава администрации муниципалитета отметила, что такого урожая в Алатарском районе не собирали давно. Ключевая задача – и дальше водить в оборот залежные земли. В районе реализуются успешные проекты, основанные на местных инициативах. Так, в селе Чуварлеи установили стелу памяти солдатам-освободителям. Это особенно значимо в канун 75-й годовщины Победы. Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца. На этой мемориальной стене в селе Чуварлеи золотыми буквами выбиты именно тех, кто вернулся с поля боя живым и умер уже в мирное время. Всего более ста человек. Рядом продолжается ремонт Чуварлейского дома культуры. Необходимая сумма была выделена в рамках партийного проекта. В ближайшее время обновят фасад и проведут отопление. В городе Алатаре глава региона проинспектировал ход модернизации детской поликлиники. Да, это фиолетовый, желтый, здесь зеленый цвет. Цвет карамеля, вот это белый цвет. Это дизайны подсказали или сами его во время проектирования? И сами, больше сами даже уже здесь, потому что не хотелось выбиваться уже от всех дизайнерских работ, которые были уже в ночи, боксарские выполнены. Касаясь проектной документации, изменения приходится уносить или все предусмотрено было? Пока все предусмотрено. Здание детской поликлиники было возведено еще в 30-е годы. Поэтому только обновлением фасада ремонт не ограничится. Необходимо заменить деревянные перегородки, кровлю, установить пластиковые окна и проложить инженерные сети. Работы идут по графику и должны быть завершены до конца года. Глава региона взял на карандаш и еще одну проблему районной больницы – изношенный автопарк. Скоро медикам поступят и новые машины. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Аграрии Республики начали экспортные поставки бобовых культур в Европу. До 22 тонны кормовой вики из Цивильского района направили в Польшу. Как удержаться на международном рынке и какие риски могут подпортить урожаи в нашем материале из Цивильского района? Вот видите, почти два метра. Тут посчитали сейчас, на каждом примерно 20 стручков, в каждом даже по 6, это 120 горошин в каждом кусте. Сельхоз арифметика для кормового гороха. Этим сортом пелюшка засеяна 56 гектаров. Сельхоз угодий частного фермерского хозяйства в Цивильском районе. Собирать его, а точнее по технологии вначале искусственно высушивать, начнут уже через несколько дней. Потому что тут уже бурые есть. Подождем, пока 75% бурых будет и будем обрабатывать дискантами. Но урожай примерно тут ожидаем. Примерно 45 сантиметров должно быть тут. Горох пойдет на корм. Его сельхозпредприятие планируют реализовывать на внутрироссийском рынке. Другая сельхозкультура, Вика, засеяна на 120 гектарах. Ее отправят на экспорт. Прошлогодний урожай уже ушел в Польшу. В предыдущие годы из Цивильска на мировой рынок отправляли еще лен и горчицу. К такой продукции особые требования. От фитосанитарных до внешних. Однако подпортить товарный вид может погода. По горчице, по желтой, по белой тоже, допустим. Один год, например, она была такого, ну, красивого, желтого цвета, равномерного, скажем так. То есть, да, мы ее хорошо продавали, то есть, на продовольственные цели. Там в Польшу, в Словению, в Германию тоже продавали. А другой год, например, из-за погодных условий, она получилась такого белесого цвета. В такой ситуации цена на внутреннем рынке может быть выгоднее для производителя, чем на мировом. Так в этом году сложилось с полбой. К тому же растет конкуренция. За 10 лет работы с европейским рынком цивильское агропредприятие сотрудничало с 12 странами. Например, семена РАПСа отправляли в Германию, Латвию и Италию на переработку для биотоплива, для самолетов. Будем работать в направлении, скажем так, повышения качества. То есть, потому что все-таки, по сравнению, допустим, с Казахстаном, мы всегда даем лучшее качество. Но, естественно, хотим за лучшее качество и лучшую цену. Ну и плюс, будем, конечно, стараться все-таки поддерживать однородное качество из года в год. На качество работает система нулевой обработки, которую здесь применяют уже 7 лет. Земля не вспахивается, а обрабатывается поверхностно. Курабса корни могут достигать 1 метра. И при нулевой обработке они остаются в земле и затем дают дополнительное питание почве. Один трактор обрабатывает 4000 гектаров. В сутки он справляется с 70-ю. Современный агрегат оснащен автопилотом. Оля, так, ели, когда первый маршрут берешь, разворачиваешься, на автопилот ставишь и едет она. На сегодняшнее время 28 видов культуры считаем многолетней травы. Начиная от полбы, кончая, гречихой там, чечевицей, и чечевицей выращиваем. И технически выращиваем горчицу, рапс, горчицу-рапс. Бобовые, крупенные там у нас полбы. И просто одно время выращивали. Поля в хозяйстве не простаивают. На каждое перспективный план. В этом году здесь выращивают и вика. Овсяную смесь с люцерной в междурядье. А в будущем поле полностью выделят под люцерну. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Ограниченные в здоровье, но с безграничными способностями. В Чебоксарах стартовал третий республиканский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями. Обилимпикс. Промышленная робототехника, кулинарное дело, резьба по дереву, вязание. Всего 13 компетенций, где участники раскрывают свои способности. А способности у всех в силу здоровья разные. Робототехника новая для чемпионата направление. Развивает логическое мышление. Художественный дизайн, творческие способности. В кулинарном деле важен подход и мастерство. Участники из одних и тех же ингредиентов готовят разные блюда. Ежегодно растет не только количество направлений, но и желающих принять участие. Этот чемпионат направлен на то, чтобы ребята показали свои возможности, навыки показали, чем они обучаются. И конечный результат этого чемпионата – это, конечно же, трудоустройство. Победители регионального чемпионата примут участие во всероссийском этапе, который состоится в Москве. А пока участники сосредоточены на выполнении заданий. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Сегодня глава столицы Республики Евгений Кадышев провел прием граждан по личным вопросам. И хотя каждый из них пришел со своей частной проблемой, отдельные тенденции все же прослеживаются. Подробнее Рифат Фаткулин. Обманутые дольщики, работа общественного транспорта, федеральных торговых сетей, вопросы урегулирования границ земельных участков. Оказалось, эти темы самые злободневные. На приеме у мэра Чебоксар Ольга Степанова. На радость мамы в Новом Городе недавно открылся второй корпус садика номер 205. Но места в нем ей не досталось, и теперь она вынуждена возить ребенка в Чебоксар и в садик номер 201. На дорогу уходит очень много времени. Других вариантов не предлагалось, и мы были вынуждены туда согласиться. В Новоюжный район ездит только единственный маршрут, это 33-я маршрутка. Наш перевод не рассматривает вообще. Тут может быть два варианта решения вопроса. Перевезти ребенка все же в садик по месту жительства или улучшить транспортные сообщения. Будем искать выход, найдем выход, будем помогать тебе. Буду сам смотреть, звонить буду, и звать их всех, и звать на помощь. Частые изменения в земельном законодательстве создают немало проблем с собственником участков. Нередко речь идет о присоединении дополнительной земли к уже имеющемуся участку. Пять лет назад я написал заявление в администрацию с просьбой разрешить мне огородничество на этом участке. Мне написали, что разрешаем вам огородничество, занимайтесь, это не противоречит никаким нормам по земле и по этому. И еще сказали, что пока занимаетесь огородничеством, пять лет пройдет, именно тогда вы уже пишите в собственности. Сейчас написал снова заявление в администрацию с просьбой присоединить этот участок, две сотки, к своему участку. Но мне отказали. Якобы на этом участке можно сформировать отдельный участок и отдать его кому-то или на аукцион выставить. Ну, такой ответ, я считаю, немотивированный. Непростой вопрос. Решить его в рамках приема, конечно же, невозможно. Нужно внимательно разобраться в теме. Помочь в этом смогут консультанты. Были обсуждены и другие проблемы, волнующие горожан. На приеме у главы столицы побывали девять человек. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика. Уже традиционно с 5 по 12 сентября в Чувашии проходит декада профилактических мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости. В Национальной библиотеке состоялся межрегиональный круглый стол. Проблема алкогольной зависимости по-прежнему одна из самых острых в стране. Можно долго дискутировать по поводу причин, формирующих эту социальную болезнь. Но в одном можно быть уверенным точно. Так быть не должно. Встреча неравнодушных людей, а в их числе политики, медики, общественники, по сути призыв объединить представителей всех субъектов, органов власти и общества для формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своей семьи. В рамках круглого стола состоялся телемост с участием экспертов федерального проекта «Трезвая Россия». Мы сегодня видим, что во многом нам не хватает более конкретных и практических шагов. И здесь мы, конечно же, говорим в том числе про увеличение возраста продажи алкоголя. Мы поднимаем вопрос о том, что сегодня алкоголь является, как я и сказал, первоисточником и причиной многих социальных бед. Мы видим вот это обилие так называемых вот этих пивнушек, которые в народе называются там по-разному. Кто-то их называет наливайки там и так далее, и так далее. Мы понимаем, что вот эти дыры в законодательстве алкогольная мафия использует с точки зрения собственной наживы и, конечно же, ухудшение здоровья наших граждан. Ужесточать законодательство нужно. С этим согласны все участники круглого стола. Наряду с этим важна системная профилактическая работа. В школах и других учебных заведениях пройдут уроки трезвости. На дорогах, в местах интенсивного движения автомобилей, рейды, трезвый водитель. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика. Перед стартом нового спортивного сезона публики представили новобранцев хоккейного клуба Чебоксары. С теми, кто в составе нашей команды попробует взять в Кубок Федерации, знакомилась Ольга Пырычкина. Главный герой предстоящего сезона – команда Чебоксары в полном составе. Болельщики привыкли видеть игроков хоккейного клуба Чебоксары на льду и в полном обмундировании. Однако сегодня спортсменам, с которыми продлили контракт, и новобранцам тоже еще только предстоит получить именную экипировку. Этот красавчик, нападающий Руслан Швецов, в прошлом сезоне в составе команды Челны он забивал в наши ворота. В этом сыграет за нас. Под номером 35 защищать ворота будет Станислав Жучин. Это мой первый номер, как еще по детской школе дали, и вот он со мной всегда. Ну, конечно, хочется помочь Чебоксарам выиграть, радовать болельщиков, чтобы все больше и больше их приходило на хоккей. Болельщиков пригласили и на презентацию команды, где можно было взять автограф и сфотографироваться с любимыми игроками. Еще во время одной из прошлых игр наша съемочная группа поняла, к кому будет очередь. Это нападающий Сергей Иванов. Иванов – это вообще всеобщий любимец, я так понимаю, да? За что любит его, скажите? С нашего края, да? Да. Самый молодой, да? Я вижу, мама тоже фанат. Вы, что ли, правда, хоккей любите? Да. А почему? Ну, потому что это крутой вид спорта. Новобранцам и тем, кто не первый сезон носит красно-бело-синюю форму, любители хоккея желали удачи в сезоне и интересовались планами. У меня вопрос к Антону Горбенко. Антон, вот вы уже несколько сезонов в Чебоксарах. Как вы подошли к началу этого сезона? Красное ощущение перед сезоном. Ждем начала. Думаю, будем радовать вас победами. Припомнили хоккеистам ряд провальных предсезонных товарищеских встреч. Хотелось бы борьбы. Победы, ясное дело, не всегда бывает, не всегда получается. Но стремление к победе ждем от вас. В общем, мы за вас. И как бы в горе, и в радости. Выступление, считаю, неудовлетворительным. Хотелось бы, конечно, выступить лучше. Я понимаю, что нельзя ходить по полю пешком. Результат может быть разным. И победа, и поражение. Но нужно полностью отдаваться игре. И биться до конца. Шанс показать настоящую игру у команды будет очень скоро. Уже 13 сентября в Саранске пройдет матч открытия Кубка Федерации Высшей Хоккейной Лиги сезона 2019-2020. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова